От развития торговли до защиты бизнесом. В Москве прошел третий Евразийский экономический конгресс. Спикером, а это министры ЕЭК, директора предприятий и представители деловых кругов, обсудили экономическое сотрудничество стран ЕАЭС. В этом году согласована новая версия таможенного кодекса. Документ ориентирован на сотрудничество с бизнесом. Подписан проект соглашения о разработке общего финансового рынка, который должен заработать к 2025 году. Обсуждено и развитие IT-технологий в странах ЕАЭС. Также говорили о создании зон свободной торговли с Индией, Ираном, Сингапуром, Южной Кореей и Египтом. Мощное землетрясение на севере Индонезии унесло жизни более 25 человек. Счет раненым идет на сотни. Больницы переполнены пострадавшими. Власти округа Пидиджая, который больше всего пострадал от стихийного бедствия, ожидают, что число погибших может увеличиться. О землетрясении пострадала также соседняя провинция Банда Альчих, где многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас в регионе ведутся спасательные работы. Соглашение о сотрудничестве заключили объединение православных женщин в Витебской области и Смоленском. Оно предполагает культурный обмен и совместные проекты по укреплению семейных ценностей. В Витебск гости из России привезли фото-выставку «Храмоздатели Руси». В Свято-Успенском кафедральном соборе Витебска прошла литургия. Состоялся и крестный ход к памятнику Александру Невскому и его семье, которые открыли в этом году.